Мы присоединяем к нашему эфиру Ивана Федорова, городского голову Милитополя. Иван, здравствуйте. Иван Сергеевич, приветствуем. Да, приветствую я вас. Иван Сергеевич, раз уж заговорили о пропаганде, которую продолжает распространять Российская Федерация и прихвостник Кремля, то в целом это часть желания Российской Федерации в целом контролировать информпространство на временно оккупированных территориях. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как это происходит и как это отражается на мирных украинских гражданах. Ну, в первую очередь, они создали, после того, как оккупировали нашу территорию, они создали информационный вакуум. Полностью обрезов от интернета, мобильной связи, доступа к украинскому международному телевидению. И их задача была, чтобы возможный доступ у наших жителей был исключительно к российской пропаганде. Данную цель они, можно сказать, во многом достигли. Единственное было одно, что наши жители не были согласны с этим. И жители продолжали с помощью VPN, с помощью использования интернет, с помощью использования соцсетей, мессенджеров, продолжали читать украинские новости, международные новости, там, где есть объективная информация. И, конечно же, через интернет, смотреть телевидение. И, конечно же, вам информируете жителей временно оккупированной части Запорожской области, Херсонской, объективной информацией. Но, к сожалению, из-за того, что по истечению полутора лет сопротивления на временно оккупированных территориях меньше не стало, они продолжают искать. И буквально вчера мы можем сказать о том, что очередная волна фильтраций началась во временно оккупированной на Мелитополе. И они продолжают искать жителей, которые участники украинских чатов в социальных сетях, которые обмениваются между собой информацией, которые четко поддерживают Украину, ждут ЗСУ. И вот на фильтрации, если находят людей, у которых есть доступ к украинским чатам, их, конечно же, как минимум сразу же ведут в комендатуру. Как максимум мы знаем о том, что в очередной раз забирают людей в плен, забирают людей в тюрьму, применяют к ним в судилище незаконное. И все это для того, чтобы ограничить доступ к объективной информации и посадить в еще больший вакуум. Каким образом происходит эта фильтрация? Вы идете по улице, вас останавливает непонятный патруль, вас обыскивают полностью, заставляют предоставить телефон, в телефоне проверяют фотографии, в телефоне проверяют плейлист музыки, в телефоне проверяют соцсети, с кем переписываетесь, с кем общаетесь, мессенджеры. И это только телефон. Параллельно проверяются все вещи. Если находится хотя бы малейшая украинская символика, либо что-то, что напоминает об украинской символике, то ровно та же процедура в части отвоза в комендатуру, либо в их незаконную тюрьму. Также это только один из элементов фильтрации, который может быть. Также мы видим о том, что за последние несколько дней еще один репрессионный орган врага начал активничать на временно оккупированной территории. Я сейчас говорю про нелегальную, самопровозглашенную прокуратуру, которую они создали. Например, этот орган разослал всем жителям временно оккупированной части Запорожской области, всем старшим по домам, разослал запросы. Запросы на предоставление следующей информации. Кто проживает сейчас в квартирах, кто не проживает в квартирах, где люди, которые зарегистрированы, когда выехали и так далее. Для чего это делается? С одной стороны, враг прикрывается тем, что они пытаются найти тех, кто служит в ЗСУ и тех, кто поддерживает Украину как страну, выехав с временно оккупированной территории. Но на самом деле суть запроса несколько другая. С одной стороны, они пытаются найти родственников тех людей, которые выехали из временно оккупированной территории, а с другой стороны, они пытаются просто отобрать квартиры, отобрать дома, отобрать жилье наших жителей, которые сейчас не находятся во временной оккупации. Скажите, а есть ли возможность сейчас выехать из Мелитополя? Если да, то каким образом? Спасибо вам за вопрос. Действительно, возможность есть, и мы призываем наших жителей массово выезжать. И сегодня есть два пути, как на выезд, так и на заезд во временно оккупированную часть Запорожской области. Первый путь выезда – это через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, континентальную Арефию и дальше. Если пеший пункт пропуска, то наши жители в 90% выбирают Колотиловка. Это на границе Сумской области и Арефии. Второй путь – это уже если транспортными средствами машины, автобусом, то это либо граница с Европейским Союзом, либо граница с Грузией. Жители выбирают, все зависит от того, куда они дальше держат путь. Второй путь глобально отличающийся – это через временно оккупированный Крым. И дальше по нелегальному Керченскому мосту также наши жители могут попасть как в Грузию, так и на территорию Европейского Союза. Но я хочу отметить, что я сейчас перечисляю населенные пункты, которые нужно проехать, достаточно сложно это объяснил. А для того, чтобы жители проделали этот путь, сам путь может занимать от 4 до 7 дней. Потому что между каждыми областями Арефии, между каждыми регионами Арефии, между временно оккупированной территорией и временно оккупированным Крымом стоят фильтрационные пункты, где жителей просто держат в клетке для прохождения фильтрации. Поэтому шансов выехать, либо пересечь тот или иной фильтрационный пункт, они достаточно сомнительны. Это рулетка. Потому что никто не понимает, какими алгоритмами следует враг перед тем, как выпускать или не выпускать наших людей. Иван Сергеевич, есть еще одна тема, довольно важная. И она касается того фарса, который оккупационные власти называют выборами. Якобы готовятся проводить выборы на временно оккупированных территориях, для этого происходят различного рода мероприятия. Прошу вас подробнее рассказать о них, в частности о тех политтехнологах, которые уже привезли в Украину на временно оккупированной территории. Вы правильно говорите, что это фарса. Это не имеет ничего общего с выборами, ничего общего с демократией и ничего общего с тем, что наши жители вообще будут делать какой-либо выбор. Это элемент российской пропаганды, направленный на влияние на мозги или отсутствие мозгов стада, которое живет в России. Соответственно, по итогам данного действия будет снято кино, в котором РФ покажет о том, что на временно оккупированной территории есть поддержка РФ и ее власти. Соответственно, мы не зря это делали. Вот, условно, зачем они это делают, как они это делают. Они это делают следующим образом. Снимают на сегодняшний день кино о том, что вроде бы есть кандидаты, которые хотят куда-то баллотироваться, и вроде у этих кандидатов есть поддержка. Но, чтобы максимально правдоподобно снять этот фильм, они понимают, что жители наши не поддерживают и участвовать не будут. Эти люди, точнее, не люди, захватившие нашу территорию, приняли несколько решений. Первое. Выборы будут проходить 10 дней. Это раз. Второе. На выборах могут голосовать как жители с украинскими паспортами, так и жители с российскими паспортами. Это два. Третье. На выборах приезжают какие-то гастролеры из временно оккупированного Крыма для организации избирательного процесса. Потому что наши жители не согласились быть пособниками данного нелегального действия и не согласились сотрудничать с врагом в данном направлении. Поэтому сегодня массово они завозят и массовку, и организаторов, и участников данного референдума. И последнее. Они сейчас дали разнарядку по всем коммунальным предприятиям. В какой день коллектив предприятия должен прийти на какой избирательный участок для того, чтобы проголосовать? Это делается точно так же для одной причины. Для того, чтобы создать массовку перед избирательным участком и снять это все на видео, и для того, чтобы продавать потом в своей пропаганде. Но последнее, но самое важное. Давайте вспомним о том, как год назад враг организовал такой же фейковый выбор под названием референдум в Херсоне. Чем это закончилось? Херсон освободили наши героические вооруженные силы Украины. На сегодняшний день под контролем Украины. И на сегодняшний день мы восстанавливаем все то, что там сделал враг. Так же будет и на всех временно оккупированных территориях. Слава Украине! Героям слава! Иван Сергеевич, спасибо большое. Городской главой Мелитополя, Иван Сергеевич, Федоров присоединялся к нашему эфиру. Спасибо еще раз. Спасибо.